Сегодня наше занятие посвящено рисованию кота. Для того, чтобы нарисовать кота, мы сначала на прошлом занятии сделали рисунок. Теперь я выдавила темперу, акварель у меня есть, кисточки, кисточки беличьи, начиная от первого-второго номера, потом переходим к четвертому-пятому. Вот, пожалуйста, восьмой номер. Для большой уже работает. Вот. Кисточка хорошая, акварельная, она характерна тем, что если, допустим, мы ее окунем в воду, то кончик этой кисточки должен становиться остреньким. Вот видите, на бумаге прямо. Остренький кончик. Для того, чтобы рисовать мелкие детали. Даже большая кисть, хорошая, беличья кисть, если мы ее окунем, она тоже будет иметь вот такой остренький кончик. Вот сейчас попробуем ее посмотреть. Вот видите, даже тоненько-тоненько, можно даже толстой кистью рисовать. Сейчас мы будем писать этого кота. Для того, чтобы его нарисовать хорошо, мы начнем его писать акварелью. Мы сделаем общий тон. Общий тон, вот на палитре, сейчас подберем этот цвет, большой кистью. Хорошо, что у нас образец кота, фотография, она находится на белом фоне. И мы видим по отношению к этому белому цвету общий тон самой кошки. Какой? Желтоватый, ну даже не желтоватый, охристо, филетоватый. Может быть, немножко с добавлением ультрамарина, но более-менее теплый. То есть мы сейчас возьмем вот этот вот общий тон кота, не разбирая вообще на детали. Вот его подберем, акварелью, и пропишем. Так, где у нас тут ухо? Ухо заусорилось. Смешиваем. Немножко, чуть-чуть красного. Ухо. Крафлаг. Так. Трамарин. Это уже слишком. Значит, еще ухо. Ну, нам надо достаточно большой сделать. Большой колер сделать, чтобы прописать всего кота сразу, одновременно. Вот такой вот нейтрально, чуть-чуть. Желтоватый цвет. Берем с палитры краску. Есть моменты, где вот более светлые, это вот вокруг мордашки. Вот заметьте, вот вокруг мордашки. Как раз благодаря этому мордашка так и выделяется хорошо. Светлые шерстки такой. Растягиваем цвет. Мало, не хватило. Еще подбираем. Некоторые, особенно дети, которые пишут акварели, очень боятся пачкать краски. У них прям какой-то страх, что они испачкают краски, и от этого краски станет плохо, и она будет плохая, и их будут ругать. Или еще что-нибудь такое. Вот этого бояться нельзя. Надо беспощадно пачкать краски. Иначе ты не станешь хорошим художником. Другое дело, конечно, после работы можно краски этой промыть. Это, конечно, не помешает. Но таких художников, которые бы мыли свои краски, честно говоря, я не знаю. Потом они так привыкают, что у них краски очень насыщенные, испачканные, что для них это уже не имеет никакого значения. Так, это вот у нас получился общий тон этой кошки. Хорошо. Дальше. Пока у нас еще не вполне просохло, мы берем следующий тон. Вот такой вот серебристый. Он чуть потемнее будет, чем этот. Синий, коричневый. Опять-таки нашу любимую окру. Вот. Кирпичный. Ну, кирпичный мне называют. Этот цвет, который, на самом деле, если вы обратите внимание, как он там записан, называется «Окись». Нет, не окись, а сиенонатуральная жженая. Вот как. Чуть-чуть покраснее. Вот как она нужна, эта большая кисточка. Потому что в наших квартирах воздух сухой, краска сохнет быстро. И если мы будем тут рисовать маленькой кисточкой, то пока мы делаем какую-то деталь, она очень быстро будет просыхать, и у нас не будет плавного перехода. А это очень важно. Иметь плавный переход. От одного цвета к другому. Постепенно она, то есть кошечка эта, становится и объемнее, и характернее. Кстати, уши пока не рисую, потому что, заметьте, уши у нее изнутри розовые. То есть это другой цвет. Вся мордашка. Иногда в акварели получается вот такой вот эффект. Особенно если мы поставим вот так вот работу. Капли будут течь. Вообще-то, на самом деле, акварель лучше держать даже вот так, блю вертикально. Но просто сейчас пока нет у меня условий таких. На мольберте вот такой вот так доску. Но вы видите, капля вот растекла, вот, вот, вот. Что делать? Кисточку отжимаем, как лопатку вот так. Раз. Вот она у нас сухая. И собираем каплю. Каплю здесь. И здесь. Хотя вот эти вот внизу, которые капли, мы могли бы оставить, потому что они в тени. Это не застемненная часть. Но на всякий случай так. Собрали. Так, нигде больше капель нет. Ну, пока нет. Так, что у нас тут еще? Берем потемнее еще тон. Вот у нас есть такая краска. Вообще, я ее очень люблю. Вот по цвету. Называется она сепия. Это почти черная. Но не совсем черная. Это цвет земли, можно сказать. Коричневато-черная. И, конечно, мы у кошки тоже видим полоски эти. Они могут быть прямо написаны сепией. Пока у нас краска не высохла акварельная, все это разводится, растворяется плавно. Нету никаких резких переходов. Вот так вот пишем. Такая вот она прямо. Можно сказать, чуть-чуть даже неряшлива. Некоторые любители аккуратности прямо завопят. А, что такое? Как-то это так вот, какая-то она не точно так, как надо волосок к волоску писать. На самом деле это не так. Потому что живопись, она должна состоять из мазков. И иметь, художник должен иметь правильный подход к своей работе. Потому что можно написать кошечку волосок к волоску, будет как на вышивке. Или просто, можно сказать, натуральная кошка, приклеенная к листу. Вот. Но живописью это не будет. А живопись, вообще такое слово загадочное, живопись, да? Это от слова жизнь просто. Вот она должна быть очень живой. Вот. И то, что какие-то, может быть, ляпы такие, мазочки, вот, которые кажутся поначалу, ах, какая грязь, что это такое? На самом деле они служат живому восприятию художественной работы. И вот мы, допустим, смотрим какую-нибудь передачу. Вот, недавно открыли, между прочим, шедевр Ван Гога. Он долгое время пылился в каком-то запаснике, где-то во Франции. Долгое время гадали, что это такое, кто написал этот натюрморт. И вот, совсем недавно, естественно, сейчас уже у нас тут наука развилась, сделали радиоуглеводный анализ, потом еще что-то. и обнаружили. Вот это Ван Гог. А на самом деле можно было даже этих анализов было не делать. Когда показали этот натюрморт, то, что это Ван Гог, это было сразу видно. Художнику, разумеется, и человеку знакомому. Даже без всякого анализа. потому что вот этот подход художественный в Москве, то, как он кладет экспрессивно в Москве, как он постепенно тоже от светлого к темному с одной стороны, а с другой стороны от темного к светлому свою работу всю пишет. Причем пишет всю одновременно. от этой экспрессии его это сразу уже выдает нам Ван Гога. И то же самое в любой художественной работе. Сейчас вот этого кота мы рисуем. Я рисую так. Вы, если возьмете за кисточку, вы наверняка будете по-другому рисовать. Почему? Потому что как у каждого человека свой почерк, так и каждый художник рисует. Нету двух одинаковых художников. Раз, и даже один и тот же художник никогда не сделает две одинаковые картинки, как он не старайся скопировать. Вот. Потому что но в то же время все художники получают тот или иной цвет, например, вот такой цвет серый или разнообразие серого цвета художник Крымов называл фуза. Он писал, что фузой можно написать любую работу. То есть вот через вот такой серый цвет. Я, кстати говоря, именно поэтому выбрала эту кошку, чтобы показать, что необязательно тут цвет иметь яркий. есть кошки же рыжие, пятнистые, белые, черно-белые, трехцветные. Что не в этом дело. А даже вот этим серым цветом можно написать замечательную кошечку. у нас голова получается немножко более коричневая. Ну, потом, почему она коричневая? Просто это тот же самый серый, просто чуть-чуть туда попало больше сиены сженой. Здесь больше сиены натуральной. и сепии. А там больше сиены жены. В конце концов, можно потом будет довести вот эту до этой. Отсюда сюда немножко добавить, сюда, а отсюда сюда. Так, вот у нас опять проблема. Такая проблема с каплями. Раз, выжимаем кисточку, два, очистили, лопаточка. Собираем. Заодно, кстати говоря, появляются вот эти мелкие волосинки. Ах, как хорошо. Вот она, кисточка, приобрела такую форму, что может быть нам даже это очень даже выгодно. Сделаем шерстку. Так, поналяпаем повсюду. Некоторые думают, ах, что же там такое-то было, что это вот волосок к волоску шерстка сделано. Как же это художник взял, да выписывал эти волоски. ничего подобного. Художник этого не делал. Художник взял свою кисточку так распушил, что она после этого стала сама писать волосок к волоску. Но мы, кстати, тут еще приберегли на будущее темперу. Она нам поможет справиться окончательно. Хотя скажу честно, для акварели темпера все-таки враг. Я знаю, что проводятся конкурсы акварели, где высматривают ах, нет ли где-нибудь белил, не нанес ли художник там белила. Потому что с белилами работать проще. И акварели, она должна быть исключительно без белил. Но я неоднократно видела и в рисунках старых мастеров белила употреблялись в акварели. И карандаши есть акварельные там употребляются. И все прочее. То есть нет такой строгости железной. потому что мы уже занимаемся не начетчеством каким-то. Вот там точно. Можно взять акварель и не сделать ее ничего. А можно что-то добавить в те же самые белила. Или какие-то восковые, иногда мелкие применяют. Для чего? Для того, чтобы березы, березовые рощи. Детей обучают так в школе. Как сделать березовую рощу? Бедные дети просто не знают, как с этим справиться. Они рисуют березки, потом обводят стволы, мажут, залезают на эти стволы зелеными листьями березок. А учитель говорит им возьмите свечку и быстро нанесите стволы березки по краю. Значит, сначала линия горизонта, потом стволы березки. Потом раз, и эти березки все покрываются зеленью сверху. Вот получается березовая роща. Даже 3-4 летние дети могут с этим справиться. Но эффект, который получается, он для них очень важен. Они с удивлением обнаруживают, что они сами могут такое сделать. Постепенно нарастают полоски. Эти полоски везде разные, кстати. Где-то они как точечки, где-то они послабее, поярче, где-то длинные, уголочками. такая окошечка природа постаралась над ней над ее красотой. Нам нам больше стараться. кончик хвостика черный. И это потемнее, полосочки потемнее, поярче, поменьше воды. Лишнюю воду о край банки снимаем. Вот мы какой толстой кистью все пишем. то есть я пишу, а вы смотрите. Ну и вы тоже не бойтесь толстой кисти. Она вам бреда не принесет. Вот в масле совсем другое дело. Когда ты пишешь маслом, приходится убрать целый набор кистей. Хотя у нас тут тоже есть набор кистей очень симпатичных. Вот из них вот эта кисточка называется колонковой. Остальные все акварельные. Вот еще одна колонковая потоньше. Они более жесткие, чем беличьи кисти колонковые. И дольше служат. Так. Вот эти волнительные. зигзаги у нее на голове. Полосочек каких-то. Пора убраться забором емкую кисточку. Ничего. Отложим эту. Возьмемся за вот эту. пока это все сохнет. Потому что полосок немерено тут уже понаделаны. Давайте-ка напишем глазки. Глазки у нее зеленые. хищная. 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 Кошка. Животная. Хищная. в них. В них в них чуть-чуть виден маленький огонек блика. оставляем. Оставляем. В одну глазу и в другую. Блик это свет. Он находится на всех блестящих предметах. И сейчас немножко снимем лишнее. Кисточку выжимаем, собираем, лишнее сняли. Чтобы сделать более живым глаз, немножко надо его потемнеть, может быть даже чуть отойти от цвета зелёного. Давайте перейдём к синему. Чуть-чуть выжимаем кисточку, собираем лишнюю краску. Вот ещё и ещё чуть-чуть покоричневее по краю сделаем. Вот так, вот так.